О чем мы сегодня будем с вами говорить? Мы продолжим тему лекции предыдущей недели, то есть мы с вами стали разбирать достаточно крупную тему наземного бурового оборудования. В общей практике эта лекция обычно читается за один раз, то есть я тут ее специально осознанно разбил на две части, именно из тех соображений, потому что народ у нас далеко не все боровики, и мало того, что вы еще не все боровики, у вас, так скажем, у многих производственной практики не было, по-моему, не то, что у многих, ни у кого еще толком не было. Это первый момент. И второй момент, вы в принципе не могли иметь возможности познакомиться с буровой, даже если у вас там кто-то там за родителей, знакомые, друзей работают, все равно вы этого воочию не видели. Для вас воспринять все разнообразное оборудование, которое применяется в Бурините на газу, скажем, обычно тяжело. То есть за один раз, то есть такой ворох различной информации, поэтому было так разбито. В рамках предыдущей лекции мы с вами разобрали вот эти пять блоков оборудование, я напомню, то есть мы разобрали такую часть буровой, как фундамент и основание, потом разобрали буровую вышку, какие вышки бывают, напомню, что они бывают, башенные, мачтовые, в зависимости от условий применения. Разобрали силовые приводы, что такое, что они из себя представляют, то есть разобрались, что это источник энергии для работы буровой, то, что он может быть либо основным, либо вспомогательным, а также сами по себе. Силовой привод состоит из двигателя непосредственно какого-либо типа, в зависимости от характера нашей буровой и трансмиссии. То есть по-трансмиссия по-другому коробка передач нужна для того, чтобы каким-то образом перераспределять эту самую энергию от двигателя. Разобрали. Один из самых, наверное, крупных блоков оборудования – это спускоподъемный комплекс. Ну, наверное, один из самых значимых, потому что процесс бурения не осуществлен без введения спускоподъемных операций. Ну, и также разобрали комплекс для вращения бурельных колонок. Там разнообразное оборудование было. Но сейчас у нас остались несколько блоков, которые не менее интересны, не менее важны. И, наверное, со спускоподъемным комплексом в полной мере может, так скажем, поконкурировать насосно-циркуляционный комплекс, поскольку это та часть буровой установки, которая не менее насыщена оборудованием и не менее важна, чем, допустим, тот же самый спускоподъемный комплекс. Если у вас не будет осуществляться циркуляция бурового раствора либо любого другого промывочного агента, то вы просто не сможете ввести полноценное бурение. Итак, какие блоки входят в насосно-циркуляционный комплекс? Ну, само по себе понятие комплекса подразумевает то, что у нас есть сочетание нескольких элементов, которые взаимосвязаны. Это характеристика любого комплекса. И вот он в данном случае разбивается на блоки. Они могут совмещаться, они могут быть отдельными, они могут выполняться на одном основании, они могут выполняться раздельными, то есть, так скажем, подблоками или подмодулями. То есть это все зависит от конструкции и особенностей буровой установки. Первый блок, который мы разберем, это блок хранения бурового раствора. Ну, благо, тут никаких сверхсложных терминов нет, то есть здесь предельно просто. То есть блок хранения, ну, логично, да, то есть это та часть буровой установки, где располагается и хранится наш буровой раствор. Что входит в блок хранения бурового раствора? Ну, наверное, не совсем правильно начинать именно с этого элемента, но, так скажем, начнем с него, да. То есть, во-первых, сюда входят шламовые насосы. То есть шламовый насос сам по себе представляет вот такую конструкцию. То есть это насос центробежного типа. Здравствуйте. Здравствуйте. Это насос центробежного типа. То есть и он предназначен для перекачивания жидкости между им костями. Почему он называется именно шламовый? То есть шламовый характеризует его устойчивость к агрессивным средам. Ну, то есть понятно, что буровой раствор, он обычно насыщен. Помимо того, что у него могут быть агрессивные свойства ввиду наличия химреагентов, да, то есть там среда кислотная, щелочная и так далее, любой еще буровой насос в любом случае насыщен твердой фазой. А если жидкость насыщена твердой фазой, значит, она обладает абразивным эффектом. Ну, вот, собственно, шламовые насосы – это не просто центробежные насосы для воды, которые могут использоваться, а это именно такие, по сути, конструктивно, они могут очень быть похожи на водяные насосы, но просто у них износостойкость отдельных органов рабочих, она выше. То есть только и всего. Обращу внимание на то, что существуют шламовые насосы горизонтальные и вертикальные. Шламовый насос, который мы видим в циркуляционной системе на основании буровой установки – это горизонтальные, горизонтального типа. То есть вот они таким образом и выглядят. И они нужны как раз-таки для перекачивания раствора между им костями. То есть, ну, грубо говоря, в горизонтальной плоскости. Есть шламовые насосы вертикального типа, они устанавливаются на устье скважины, опускаются в так называемую забурную яму, и на первом этапе они позволяют откачивать выходящий раствор из скважины, то есть там формируется забурная яма, и вот вы из этой забурной ямы забираете буровой раствор и отправляете его в систему очистки. Ну, там логика, что они имеют аналогичную конструкцию, только вертикально расположены, потому что им приходится забирать из какой-то емкости раствора и подавать уже выше циркуляционную систему. Если у нас есть шламовые насосы, значит, у нас должны быть условия для того, чтобы этот самый буровой раствор, там, промоечную жидкость, перекачивать между емкостями, то есть каким-то образом позволять ей перемещаться. Для этих целей может использоваться так называемая трубная обвязка. Ну, тут особо много ничего про нее не скажешь. Обычно трубная обвязка представлена обыкновенными стальными трубами. К слову, если вы будете рассматривать, даже в интернете находить схемы трубной обвязки, то есть будете искать схемы циркуляционных систем, то вы на них схем трубной обвязки практически не увидите. Это, скорее всего, обусловлено тем, что трубная обвязка уже проектируется под каждого конкретного заказчика. Ну и тем более ее не показывают на вот таких схемах и соображены на то, чтобы она просто ее не загромождала. Самая по себе трубная обвязка, ее основное назначение в том, чтобы объединить между собой емкости. То есть чтобы у вас была возможность из любой емкости в любую осуществлять транспортировку бурового раствора. Сами по себе емкости. Ну, наверное, с них и нужно было начинать, потому что раз мы говорим про блок хранения бурового раствора, ну, нужно говорить про то место, где этот раствор хранится. Раствор в этом блоке хранится в емкостях. Сами по себе емкости, они в большинстве своем представляют собой такую форму параллелепипеда. То есть, ну, такой вытянутый кубик, да, грубо говоря. Количество емкостей, оно не регламентировано жестко. То есть, ну, не бывает такого, что, допустим, вот у вас там скважина на 2 километра и должно быть 5 емкостей. То есть там комплектация буровой не от этого зависит. И буровая комплектуется тоже иногда нередко по требованию заказчика. То есть кто-то ее покупает. Собственно, емкости, в принципе, в практике можно найти, что емкости имеют не только такую форму. Они чисто теоретически могут, конечно, быть и цилиндрическими, и могут иметь скошенные углы, могут быть квадратными и так далее. Это уже зависит от, как говорится, фантазии проектировщиков и от эргономичности применения того или иного типа емкости. Понятно то, что при прочих равных условиях самый эргономичный вид емкости, когда она цилиндрическая. Но такие емкости в буровении применяются крайне редко. Это даже больше частный случай, чем распространенная практика. На емкостях на каждой емкости должен стоять один либо два, это уже зависит от конструкции, перемешиватели. То есть перемешиватели – это своего рода миксеры. То есть они устанавливаются сверху емкости, имеют свой привод, то есть двигатель, который подает им энергию. То есть вот здесь можно даже на рисунке увидеть, вот этот двигатель электрический, он через редуктор передает вращение на вот этот вот перемешиватель. И перемешивает, в свою очередь, буровой раствор взбивает. Основная задача перемешивателя – это обеспечить поддержание свойств бурового раствора. То есть идея в том, что буровой раствор, находясь длительное время в статическом положении, он расслаивается, теряет свои свойства. То есть сами все свойства, плотность, вязкость у него будет меняться, безусловно. Сами вот расслоение, я сказал, будет вестись, будет выпадать в осадок какая-то твердая фаза. Это, конечно же, все не очень хорошо сказывается на свойствах раствора и на его эффективности эксплуатации. Чтобы раствор не менял своих свойств, чтобы он находился в одном режиме консистенции, если так можно выразиться, в одном состоянии, то для этого используется перемешиватель. Если брать с точки зрения теории, то существуют перемешиватели как гидравлические, так и механические. Механические, понятно, представлено на слайде. Гидравлические – это когда используется поток раствора. То есть, грубо говоря, вы используете систему из насосов и различных струйных насадок, которые позволяют замыкать раствор в рамках одной емкости и не дают ему находиться в статическом положении. То есть основная идея перемешивателя – это приведение раствора в состоянии отличного от статического. Ну и, конечно, задвижки. На трубной обвязке между им костями стоят задвижки. Они нужны исключительно для того, чтобы регулировать потоки жидкости. То есть, чтобы одна емкость, допустим, стояла на ожидании, другая емкость применялась и так далее. То есть, ну, тут можно по-разному с этим всем телом играться, управляя потоками раствора между им костями. Сами по себе задвижки чаще всего встречаются по створчатому типу, как показано на слайде. Но это не обязательно, что именно только такие они бывают. То есть, они могут быть принципиально разного вида, конечно. Блок для приготовления борового раствора. Раньше в этих блоках использовалось разнообразное оборудование. Сейчас чаще всего в этом леке применяются так называемые глиномешалки либо глиноперемешиватели. Что они из себя представляют? Это своего рода такой бункер. То есть, вот здесь он показан. Как вы видите, он не квадратный, прямоугольный. Он имеет такие скошенные края. То есть, он такой полуцилиндрический. В этот бункер мы загружаем глинопорошок. Сюда же, ну, или даже там крахмал, мел, что хотите. То есть, любая структура образовательная. И включаем его. То есть, внутри этого бункера расположены два вала с лопастями. Если подавать на них вращение от привода, то есть, здесь привод стоит с ременной передачи, то эти валы вращаются, ну, и, собственно, взбивают, перемешивают раствор. То есть, переводя из, грубо говоря, вот у вас есть порция реагента, есть порция раствора, и вот он глиной перемешивает и перемешивает их между собой. Вот, ну, собственно, как уже сказал, названий у него несколько. Бывает глиномешалка, глиноперемешиватель. Есть еще один такой термин, который вызывает нестандартную реакцию зачастую у студентов. То есть, его и боровики называют глиномесом, да. То есть, ну, учитывая то, что это жаргонный, более матерный термин в современной молодежной практике, ну, поэтому, как бы, он и вызывает такую реакцию. Но даже в некоторой литературе можно встретить его, то есть, в академической. То есть, это, как бы, нормально распространенный термин. Помимо блока приготовления бурового раствора, для приготовления и для его обработки могут применяться так называемые смесительные воронки. В базовом виде, то есть базовой комплектации буровых установок, применяются смесительные воронки именно для наполнения химреагентами раствора, для обработки. То есть, идея работы смесительной воронки предельно проста. То есть, мы под высотой скоростью давления прокачиваем буровой раствор по вот этому трубопроводу. Здесь у нас создается зона разряжения. То есть, ну, создается эффект диффузора, и здесь создается разряжение давления. Если в этот момент вы что-то сверху засыпаете, то это очень хорошо втягивается в поток бурового раствора и очень хорошо по нему расходится. Раньше, как уже сказал, смесительные воронки использовались исключительно для обработки бурового раствора. Но сейчас они выполняют иногда роль и оборудование для приготовления. То есть, это тоже считается нормальной практикой. Ну и, конечно, насосный блок. В насосном блоке есть насосы буровые, есть насосы подпорные. Основная задача бурового насоса – это закачивать буровой раствор скважины. Классификационно понятно, что существует, наверное, много больше различных насосов. Классификационно есть рассматриватели, какие могут быть. Но для насосных блоков буровых установок применяются двухпоршневые и трехпоршневые насосы. То есть, во-первых, применяются чаще поршневые насосы, благодаря тому, что они могут прокачивать достаточно большие объемы жидкости. Применяются двух и трехпоршневые насосы, и они, в свою очередь, еще и делятся на категории насоса одностороннего и двустороннего действия. Сам по себе принцип работы поршневого насоса очень похож на принцип работы шприца. То есть, в момент движения поршня в одну сторону жидкость засасывается в рабочую камеру, в момент перемещения поршня в другую сторону жидкость выдавливается. То есть, все предельно просто. По некоторому подобному принципу также работает и можно привести аналогию с двигателем внутреннего сгорания. Только насос – это одна система, а двигатель – это, по сути, обращенная система. Но работают они в общем виде идентичны. Как уже сказал, насосы бывают одностороннего и двустороннего действия. Обычно получается так в бурении, что двухпоршневые насосы – они как раз-таки и двустороннего действия. Однопоршневые насосы… Ой, трехпоршневые насосы, извиняюсь, это одностороннего действия. То есть, собственно, как они работают. Если мы говорим про насосы одностороннего действия, то здесь принцип работы достаточно просто. Поршень двигается вправо в данном случае, в эту сторону. Открывается клапан всасывающий, то есть мы засасываем порцию бурового раствора. Клапан огнетательный в этот момент закрыт. За счет как раз-таки вот этого энергии, движения поршня за счет эффекта всасывания. Когда же у нас поршень начинает двигаться влево, то есть в противоположную сторону, то у нас клапан всасывающий закрывается, а нагнетательный открывается, и в него выдавливается раствор, который был в рабочей емкости. Если говорить про насосы двухстороннего действия, работа аналогична. Только разница в том, что задействована камера и перед поршнем, и за поршнем. То есть у нас за один цикл возвратного поступательного движения создается два цикла всасывания и два цикла нагнетания бурового раствора. Все, по сути, вся разница. Помимо этого, буровые насосы идут обычно в комплекте с так называемыми подпорными насосами. Основная задача подпорного насоса заключается в том, чтобы подкачивать буровой раствор к буровому насосу, то есть ввести его предварительное заполнение, его линии. Потому что буровым насосам не очень нравится работать в условиях завоздушивания, и поэтому линию между емкостью и буровым насосом нужно заполнять раствором. Для этих целей используются подпорные насосы. Обычно их роль выполняют стандартные центробежные шламовые насосы. Если насосный блок производит закачку бурового раствора скважину, то выходящий раствор скважины насыщен шламом, насыщен газом, его нужно своевременно очищать. Для этих целей может использоваться целый спектр оборудования, про который мы с вами как раз-таки поговорим. Первая ступень очистки бурового раствора – это так называемый вибрационный сит. Вибрационный сит работает следующим образом. То есть у них есть лоток, установленный на пружинах. Вверху этого лотка стоят вибраторы закрепленные, а сам писярый лоток размещен на пружинах в рамках рамы вибрационного сита. Когда мы подаем вибрацию на этот вибратор, то есть мы подаем на нее динамическое воздействие, то вибратор создает достаточно низкоамплитудную, но высокочастотную вибрацию, которая приводит к просеиванию бурового раствора. То есть таким образом мы удаляем твердую фракцию и выкидываем ее. После вибрационного сита раствор обычно попадает на песко- илоотделитель. То есть здесь принцип работы заключается в следующем. Сами по себе песко- илоотделители работают идентично. То есть раствор под достаточно высокой скоростью загоняется через тенгенциальные патрубки, то есть это патрубок, который приварен по касательной конусу. То есть он сюда загоняется и приходит во вращение. То есть в таком состоянии раствор начинает вращаться. Под действием центробежных сил на твердые частицы действуют силы, которые их прижимают, то есть на частички шлама, которые их прижимают к стенкам гидроциклона. Они аккумулируются на стенках гидроциклона и начинают ползать вниз. То есть выходят через вот это низкое песковое сливное отверстие. А очищенный буровой раствор, ну вот как по принципу торнадо, закручиваясь, уходит вверх дальше по системе очистки. В некоторых циркуляционных системах можно встретить так называемое оборудование СГС, то есть гидроциклонный сепарат. То есть это совмещенные между собой песка, илоотделитель и вибрационная сепарат. Эта ступень очистки не является полноценно самостоятельной, то есть ее как дополнительную ступень используют. Ну и к слову, предыдущему типу оборудования песка илоотделителя, если они работают одинаково, если у них конструкция схожая, то в чем собственно разница? Разница заключается во фракции отделяемой корной породы. И чем меньше диаметр гидроциклона, чем меньше диаметр конуса, тем более тонкая дисперсная очистка будет вестись. То есть поэтому песка илоотделитель по факту отличается только наружным диаметром. Еще одна ступень очистки, она при отсутствии вот этих ситогидроциклонных сепараторов является четвертой, то есть после вибра сита, песка илоотделителя. И она называется центрифуга. То есть центрифуга, она точно так же очищает раствор от шлама за счет центробежной сетки. Только разница в том, что здесь у нас раствор раскручивается в барабане с очень высокой частотой. Частички твердые прилипают к стенкам барабана, внутри которого вращается шнек. Вот шнек очень похож на тот шнек, который в мясорубках используется. И этот шнек собирает твердые частички, выкидывает их в утиль. Особенностью центрифуг является, во-первых, высокая частота вращения, а во-вторых, их некоторая капризность. То есть они могут негативно сказываться, например, если у вас в составе вашего раствора есть много смазочной добавки, либо, допустим, барита, то есть утяжеляющая добавка. Потому что в этом случае центрифуга просто берет и удаляет эти химореагенты из вашего бурового раствора. А это не очень хорошо, потому что меняется его свойство. Ну, конечно, есть еще один элемент, он отдельно у меня, особняком стоит, это дегазатор. То есть он очищает раствор не от твердых частиц, а от газа. То есть в бурении применяются в основном вакуумные дегазаторы. Их основная задача – очищать раствор от пузырьков газа за счет применения вакуума, то есть за счет разряжения давления, под действием которого, собственно, в камере дегазатора и происходит разгазирование раствора. Особенностью дегазатора является то, что он не может справляться с сверхбольшими объемами раствора. Следующий блок – это противовыбросовое оборудование. Противовыбросовое оборудование нужно нам для защиты нашего наземного оборудования от проявлений газонефтевого проявления и от фонтанов открытых. Сам по себе противовыбросовый блок оборудования состоит из нескольких элементов, и одним из главных и первых элементов являются превенторы. То есть превенторы – это устройства для герметизации устья скважины. Они бывают универсального типа. То есть особенностью универсального превентора является то, что он может загерметизировать практически любой инструмент скважины, то есть при любых условиях. Хоть это будет кабель, хоть это будет труба, хоть там скважина будет пустая и так далее. То есть универсальный превентор может условно все. Перекрытие кольцевого пространства либо перекрытие скважины ведется за счет вот такого герметизатора, который показан здесь на рисунке. Он у нас подказан под номером, а тут не указан номер, но скорее всего это номер пятый. Сам по себе универсальный превентор имеет только гидравлическое управление. То есть вы на него подаете гидравлику, поршень толкает вверх герметизатор, и герметизатор закрывается на трубе, перекрывая кольцевое пространство. Другой тип превенторов – это плашечный. Плашечный превентор срабатывает в определенных условиях применения. Если, допустим, у вас инструмент скважины в виде трубы, значит вы будете использовать трубный плашечный превентор. То есть будет обхватываться труба. Причем важно, чтобы она подходила по диагнозу. Трубные плашечные превентора могут быть одного типа размера, которые применяются в России чаще, и могут быть разных типоразмеров, переменного диаметра, которые тоже встречаются в практике. Если в скважине нет никакого инструмента, то можно использовать глухой превентор, то есть плашечный превентор с глухими плашками, которые просто перекрываются в скважину наглухо. И есть еще третий тип превенторов – это срезной. То есть там плашки представлены в виде ножей, и они могут перерезать инструмент. То есть логично то, что глухой превентор в качестве глухого превентора может использоваться срезной. Но сам по себе, скажем, срезной может заменять глухой превентор. Но глухой превентор не заменит срезной. То есть именно из конструктивных особенностей именно самих плашек. Сами по себе плашечные превентора стандартные для глубокого бурения, то есть для установки с глубоким бурением, выполняются с гидравлическим приводом. То есть открываются они и закрываются дистанционно. Но у них есть особенность, то, что у них есть дополнительное устройство для ручного докрепления. То есть гидравлика – это хорошо, но если вдруг гидравлика не будет держать, или мы не можем дистанционно его закрыть, то мы можем вручную закрыть и как бы дополнительно подпереть плашки, то есть чтобы они не разъезжались. В условиях, когда вы бурите на депрессии, то есть когда у вас идет в процессе бурения небольшое ДНВП, хоть и подконтрольно, рекомендуется использовать вращающиеся превенторы. Вращающиеся превенторы устанавливаются на устье сверху основной сборки превенторов, и они контролируют, то есть позволяют контролировать выходящий поток из скважины, и таким образом управлять процессом бурения на депрессии. Также есть частные случаи, то есть это диверторы. То есть диверторы – это специальное оборудование, которое используется для отвода при поверхностно-залегающих газах. То есть они ничего не герметизируют толком, они как раз-таки позволяют отводить газ на безопасное расстояние. И газосепараторы. Газосепараторы – это специальные. Устройства, которые нужны для грубой очистки бурового раствора от газа. Вы можете задать вопрос, типа, а зачем тогда дегазатор? Дегазатор, он работает от вакуума, то есть благодаря вакууму, и он не может справляться с большими объемами раствора. Как раз-таки в процессе глушения скважины достаточно выгодно использовать те элементы оборудования, которые способны выдерживать достаточно большие объемы выходящего раствора из скважины и качественно с ним работают. Ну, в частности, газосепаратор для этих целей используется. То есть если дегазатором применяется массово в процессе бурирования даже, то газосепаратор мы задействуем только, когда у нас есть опасность генового раствора. И мы и ликвидируем. Отдельным блоком является манифольт. Манифольт в переводе от красивого французского слова означает труба под давлением. То есть манифольт представляет собой обвязку труб, обвязку задвижек, которые позволяют управлять потоками раствора в рамках сважины. То есть линия глушения – это линия, вот на этом блоке, показанная здесь, через которую производится глушение в скважине. То есть к ней подбиваются агрегаты, через нее производится задавка какой-нибудь там жидкости либо еще чего-то в скважину. То есть на линии глушения мы… ну, либо глушится скважина так называемым методом блок. Но справедливость ради надо отметить, что линию глушения мы не так часто задействуем. Линия дросселирования. Линия дросселирования – это специальная линия, через которую мы стравливаем раствор из скважины. То есть подконтрольно, причем вводим опыт на безопасное расстояние. На линии глушения и линии дросселирования установлено множество задвижек для того, чтобы можно было управлять, собственно, любыми каналами, то есть чтобы настраивать перемещение жидкости между любыми каналами, то есть для удобства. Ну и, конечно же, должны быть дроссели. То есть чем отличаются дроссели от задвижек? Задвижка – она просто перекрывает поток чего-то там, а дроссель – он позволяет регулировать давление при перекрытии потока. То есть сам принцип работы дросселя заключается в том, что он как бы равномерно перекрывает сечение скважины и таким образом позволяет более актуальную информацию о давлении в задвижеке получать и, скажем, управлять вот этим давлением более эффективно. То есть дроссели бывают ручные и гидравлические, то есть ручная – это от руки, понятно, работает. Гидравлический – это тот, который работает дистанционно, с дистанционного бульта. Ну такие случаи, когда ставится гидравлический с дистанционным управлением, это как раз-таки вариант, например, когда высокое содержание сероводорода в пластовой жидкости, то есть когда есть опасность поставить под угрозу жизнь, допустим, инженера, то есть он будет работать непосредственно с пультом управления. Помимо этого на манифольде есть линия на газосепаратор, которая позволяет стравливать раствор через газосепаратор. Если в нем много газа. Но вот она здесь как раз-таки к газосепаратору идет. Линия прямого сброса. Если, например, из скважины у вас выходит какая-то смесь жидкости, допустим, нефти, воды, и вы не знаете, куда ее утилизировать, то есть смысл, допустим, прогонять через газосепаратор, выводить на систему очистки нет, и поэтому проще эффективнее просто сбрасывать в амбар. Ну и факельная установка, она нужна для того, чтобы подсоединяться к газосепаратору и для того, чтобы сжигать избыточный газ, который будет при очистке получаться. Самая по себе факельная установка, она иногда ставится, иногда не ставится. Многие заказчики ее чисто убирают с вопросов экономии. Помимо этого, противовыбросовым оборудованием мы управляем с помощью систем управления. В нее входит гидравлическая станция, то есть гидроаккумулятор, где находится жидкость под давлением. Из этого гидроаккумулятора вы можете управлять всем своим противовыбросовым оборудованием, задвижками и так далее. Гидроаккумулятор должен стоять вместе с пультом управления основным не ближе 10 метров от устья скважины и позволять дистанционно управлять любым ПВО. Штурвалы ручного докрепления. То есть я про это уже говорил. То есть на тех превентарах, где у вас стоят плашки плашечного типа, там ставится с каждой стороны вот по такому штурвалу докрепления. То есть они нужны для того, чтобы, допустим, помощники бурильщика поставили, загерметизировать усть скважину, вручную закрутили и прикрыли кольцевое пространство. Ну, либо подперли уже закрытые плашки. То есть это уже зависит от того, сработал ли или не сработал превент. Помимо этого, ну, есть понятие пульта управления дистанционного основного и пульта управления бурильщика. То есть пульт управления бурильщика находится непосредственно рядом с рабочим местом бурильщика, и он оттуда может дистанционно управлять любыми функциями ПВО. А пульт управления дистанционный, как уже говорил, он находится на кидроаккумуляторной станции. То есть они как бы совмещены. Что касается прочего оборудования, которое может применяться в условиях буровой. Это дизельные электростанции. Они обычно делятся на основные и аварийные. Основные – те, которые в основном процессе используются, аварийные – те, которые задействованы в случае аварии на буровой, когда основной источник выходит из строя. Компрессорный блок – это блок, в котором расположено оборудование для подачи сжатого воздуха, для обеспечения работы буровой. Но тут тоже нужно отметить, что не на всех буровых применяются сейчас компрессорные блоки, потому что многое оборудование, которое раньше на воздухе работало, сейчас переводят на гидровую. И, значит, там стоят уже не компрессорные блоки, а гидростанции, гидромаслостанции. Ну и различные контрольно-измерительные припоры и аппаратура. То есть всякие датчики, уровни, меры, манометры, газоанализаторы и так далее и тому подобное. То есть они приведены здесь на слайдах. То есть они, по большей части, нам нужны для того, чтобы следить за процессом буровения и контролировать режимы работы оборудования по ним. Помимо этого, к прочему оборудованию относится вспомогательная лебедка. Она же называется кермак. Для того, чтобы на роторный стол затаскивать и что-то там перемещать, мелкие какие-то элементы. И поворотный кран. То есть поворотный кран используется, он стоит перед буровой, там, где стоят приемные мостки. И он нужен для погрузки, разгрузки оборудования, для перемещения груза в рамках буровой и так далее. Ну, то есть перед буровой он позволяет осуществлять эту манипуляцию. Ну и заключение сегодняшней лекции – это какое наземное оборудование используется для цементирования. То есть для цементирования при пырении используется так называемый цементировочный флот. Это специальная техника на обычно колесной либо гусеничной базе, на которой расположены специальные функциональные блоки для проведения цементирования скважины. Сюда относятся цементировочные агрегаты. То есть они нужны для того, чтобы закачивать что-то в скважину. Буферные жидкости, тампонажные растворы, продавочные жидкости и так далее. То есть по факту цементировочный агрегат – это машина с насосным блоком, ну, грубо говоря. Цементосмесительные машины – это специальный тип агрегатов, который имеет бункер, который мы заполняем сухим глинопорошком, ой, не глинопорошком, тампонажным цементом, и с помощью которого можно замесить тампонажный цемент перед закачкой его скважины. То есть замесить тампонажный раствор перед закачкой его скважины. Поскольку, как я уже сказал, цементировочная техника представляет собой раздельный флот на раздельных агрегатах, хотя сейчас, обращу внимание, что существует, разрабатываются специальные крупногабаритные полноразмерные комплексы, то есть там просто все на одном автомобиле расположено, он подъезжает и сразу цементирует все. Но это, скажем, большее исключение, чем правило, и чаще всего это достаточно много различных техник. Чтобы эту технику между собой соединить и обеспечить между ними обвязку, используются так называемые блок-манифольды. То есть это специальные автомобили, у которых есть свое оборудование в виде трубопроводов, и которое позволяет соединить между собой остальные агрегаты. Также в состав цементировочного флота входят осреднительные емкости, то есть они нужны для того, чтобы брать и перемешивать раствор от разных агрегатов. То есть поясню. К примеру, у вас раствор готовится в пяти агрегатах. Значит, пять цементо-смесительных машин, у каждой цементо-смесительной машины есть по своему насосному агрегату. Но как бы вы ни старались, какую бы вы программу ни сдавали, все равно условия изменчивые. Получается так, что в одном случае, при приготовлении на одном агрегате, плотность у тампонажного раствора одна, у другого другая, третьего третьего. Чтобы такого не было, чтобы, допустим, тот же самый цемент, он был однородным максимально, чтобы не портилось качество цементного камня, нам нужно как-то выравнивать свойства. Один из самых простых методов, как можно выровнять свойства цементного раствора, это взять и перемешать его от разных агрегатов. Для этих целей используется осреднительные емкости. Это просто большой блендер. Ну и станция контроля цементирования. То есть от каждого агрегата, на нем стоят датчики, манометры, рассудомеры и так далее, от каждого агрегата идут проводки такие. Вот это станция контроля цементирования. Станция контроля цементирования контролирует, сколько мы раствора закачали, в какие сроки, с каким раствором, с расходом, какие давления создавались и так далее. То есть она, по большей части, нужна для контроля процесса ведения цементирования, чтобы это все осуществлялось качественно, четко и быстро. В случае, если у вас нет наборовой воды, то для приготовления цемента, то есть цементного раствора, используется так называемый автоцистерн. То есть они подвозят воду и позволяют затаривать цементный раствор на базе цементосмесительных машин. Но автоцистерн не так часто применяется, потому что все-таки большинство буровых установок, буровых, пустовых площадок, они обеспечены водой вдоль. Итак, коллеги, вот в принципе у нас такой небольшой блок, который мы должны были завершить. То есть это по наземному буровому оборудованию. Ориентировочно на следующей лекции у нас с вами, помимо, скажем, лекции, будет еще и контрольная работа по пройденным лекциям. Ну, то есть такой своеобразный тест. Я пока не уверен, что у нас его получится провести, потому что есть определенные проблемы с сайтами. Продолжение следует... Продолжение следует...